Добрый день, дорогие мои друзья! Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на Яндекс.Дзен, Рутюб, Ютюб. Сегодня тема моего нового видео «Как доверять своему мужу». Доверие – основа любых хороших отношений, особенно если дело касается брака, обязательства, которые в идеале длится всю жизнь. Независимо от того, являетесь ли вы молодоженами, желающими начать на хорошей ноте или испытываете недавно появившиеся проблемы в браке, существуют методы, которые вы можете применить, чтобы встать на верный путь. Благодаря уважению и упорной работе и терпению вы сможете установить доверие в отношениях на годы вперед. Осознайте всю важность доверия. Доверие так необходимо для гармоничных отношений, потому что без него вы просто-напросто не сможете быть по-настоящему счастливы рядом с партнером. Задумайтесь над следующим. Без доверия у вас будут причины волноваться, когда вашего мужа нет рядом. Занимается ли он тем, чем говорит, или же обманывает вас? Без доверия вы не сможете быть на сто процентов уверены, что ваш муж предан вам. Расценивает ли он эти отношения как долгосрочные, или же просто ждет, пока не подвернется нечто лучшее. Без доверия вы не сможете быть уверены в том, что ваш муж делает все, что в его силах, чтобы выразить свое уважение и забуду к вам. Не поставит ли он вас в неловкое положение? Не унизит ли он вас перед другими людьми? Обсудите с ним то, что вас беспокоит. Общение – это ключ к развитию доверия в отношениях. Вы должны открыто говорить о своих чувствах. Если ваш муж делает нечто, что расшатывает ваше доверие, скажите ему об этом. Он не умеет читать ваши мысли, поэтому, если вы хотите, чтобы он изменился, вы должны поговорить с ним. Старайтесь высказывать свою озабоченность без обвиняющего тона. Вы не собираетесь заставлять его оправдываться. Старайтесь говорить открыто и дружелюбно. Например, вы можете сказать, «Слушай, мы не могли бы немного поговорить о нас». Излагая свои доводы, лучше говорить о том, как его действия влияют на ваши чувства, нежели критиковать его и переходить на личности. Вы не должны говорить только о негативных вещах. Не бойтесь сказать и о том хорошем, что он делает для вас. Слушайте его. Хорошая коммуникация – это улица с двусторонним движением. Вы слушайте, что хочет сказать ваш супруг. И изо всех сил постарайтесь понять его. Вы не всегда должны быть с ним согласны. Однако он заслуживает вашего внимания и уважения. Особенно, если вы обсуждаете неприятные темы. Также очень важно показать мужу, что вы его слушаете. Поддерживайте зрительный контакт и время от времени кивайте головой. Периодически повторяйте последнее, что он сказал. Уважайте его личное пространство. Пусть новое доверие в отношениях начнется с вас. Основной способ установить доверие – это дать мужу достаточное личное пространство, ожидая того же и от него. Это значит не копаться у него в телефоне, электронной и обычной почте или в аккаунтах социальных сетей. Это также значит не названивать ему постоянно, допытывая, что он делает, и требуя объяснений за то, что он уже сделал. Подобные действия лишь подпитывают вашу собственную неуверенность в себе и никак не могут изменить то, чем занимается ваш муж. Однако это не значит, что вы должны закрывать глаза на его плохое поведение и игнорировать доказательства. Очевидные предупреждающие сигналы, например, таинственное сообщение, которое заставило его отменить ужин с вами безо всяких объяснений, могут быть основаниями для собственного расследования. Открыто заявите о своих ожиданиях. Очень важно, чтобы каждый супруг выразил свои разумные ожидания на самых ранних стадиях и этапах отношений. Таким образом, если кто-то из вас поступает плохо, вы можете четко указать, что конкретно подорвало ваше доверие. Это особенно важно, если ваши ожидания от партнера значительно отличаются от стандартных норм. Например, не изменять, не флиртовать с другими и тому подобное. Также просто необходимо разделить обязанности в отношениях, например, заботя о детях. Если вы еще этого не сделали, честно обсудите с партнером ваши ожидания относительно друг друга. Будьте готовы высказаться о проблемах в отношениях, однако старайтесь вести беседу о своих чувствах, а не о своих подозрениях. Например, вы можете сказать, когда ты постоянно приходишь домой поздно, мне начинает казаться, что я для тебя не важна. Таким образом, вы дадите ему возможность увидеть, как это на вас воздействует, при этом не выдвигая обвинений, которые могут привести к ссоре. Четко объясните мужу, как он подорвал ваше доверие. Ваша первая цель после предательства – подумать, как вы будете говорить с супругом, который пошатнул ваше доверие. Так же, как и выше, вам нужно сосредоточиться на том, что вы почувствовали в результате его действий, а не на личных нападках. Но так как в этом случае он намеренно сделал что-то, что причинило вам боль, то вам нет необходимости оставаться абсолютно спокойной. проявить эмоции вполне разумно, особенно если он совершил нечто поистине оскорбительное для вас. Например, вы можете начать беседу следующим образом. Нам нужно поговорить. Мне не нравится то, что ты солгал о том, где был. Если я не могу тебе доверять, то в наших отношениях могут возникнуть проблемы. Так вы четко дали понять, что расстроены, при этом не дали эмоциям полностью захватить вас. Дайте ему возможность восстановить доверие. Предательства могут быть разные. От довольно незначительных, обманув, чтобы провести время с друзьями, например, или забыл романтической дате и прочее. До глобальных, измена, унижение перед другими людьми и тому подобное. Вам судить, насколько сильно подрывание доверия вашим супругам скажется на ваших отношениях. Однако, раз уж вы остаетесь вместе после возникновения проблемы, вам стоит дать мужу настоящий шанс вернуть доверие. Следите, чтобы наказание соответствовало преступлению. Например, если вы застали у супруга за флиртом в переписке с коллегой, но при этом он клянется, что ничего больше не было, и вы верите ему, вы можете избегать близости, например, секс, объятия, нежности и прочее, до тех пор, пока не убедитесь, что его не интересует никто другой, кроме вас. Обратитесь к семейному психологу. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, но хотите сохранить брак, не бойтесь обратиться за помощью к психологу, к профессионалу. Психотерапевт или психолог, работающий с парами, поможет вам устранить корни тех причин, которые мешают вам доверять друг другу. Будучи супругами, подумайте о завершении отношений, если вы не можете доверять ему. Как было упомянуто в начале данного разговора, счастливые отношения никак невозможны без доверия. Если ваш муж совершил что-то, что подорвало ваше доверие, навсегда, или же если он отказывается меняться после предательства, возможно, настало время пересмотреть ваши отношения. Расставание – это нелегко, особенно если вы женаты. Однако перспектива жить с человеком, которому вы не сможете верить, никогда не будет хорошей идеей. Помните, вы оба все еще являетесь отдельными личностями, которые заслуживают личного пространства и нуждаются в нем. Дав ему немного свободы, вы понизите уровень своего волнения относительно его действий. А ваш муж, в свою очередь, с большой охотой будет отвечать на вопросы и больше рассказывать, даже если вы и не спрашиваете. Его тревоги уменьшатся, а значит и ваши тоже. Выслушивайте и правильно оценивайте чувства, интересы супруга. Так вы поможете ему обрести доверие к вам. И так он с большей вероятностью захочет выслушать и понять ваши чувства, а также почаще выражать свою позицию. Берегите себя. Подписывайтесь на канал. Психолог советует на всех доступных для вас платформах. С вами я, семейный психолог Светлана Леонидовна. До новых встреч. До свидания.